Станьте спонсором канала. За 99 рублей в месяц вы получите индивидуальный доступ к новым выпускам развлекательно-познавательных программ. Это предложение исключительно для желающих и ценящих данный вид контента. Поддержите нас и подарите возможность удивлять вас каждый день. В Турции при вылетии с Бингеля в Татван 4 марта потерпел крушение военный вертолет. Погибли 11 человек, трое получили ранения. С вертолетом типа Коугар, вылетевшим из Бингеля в Татван в 13.55, прервалась связь в 14.25. Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет СН-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение. По предварительным данным, причиной катастрофы могла стать плохая погода в регионе или техническая неисправность вертолета. Одной из жертв крушения стал командующий 8-м корпусом сухопутных войск Турции в Ильозеге генерал Осман Эрбаш. Об этом сообщил глава регионального отделения в Ильозеге партии национального движения Семих Ишеквер. Министр обороны Турции Хулуси Акар приинформировал о трагедии президента Таипа Эрдогана, который выразил соболезнования родственникам погибших. Акар вместе с начальником генштаба и командующим сухопутными войсками отправились на место происшествия. Тела 11 мучеников были доставлены в морг городской больницы Фитхи-Секин. Солдаты-шехиды будут отправлены в родные города после траурной церемонии. Свои соболезнования в связи с крушением вертолета в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции выразил генсек НАТО Йенс Толтенберг. Журналистское расследование BBC выяснило новые факты о том, какими методами власти Китая стирают мусульманскую идентичность уйгуров в Синьцзяне. В распоряжении журналистов оказался материал, предназначавшийся сугубо для глаз китайских чиновников. О принудительной ссылке уйгурских мусульман из Синьцзяна на работу в другие регионы Китая, информирует Ислам Ньюз. По данным BBC, чиновники Коммунистической партии сделали объявление в одном из поселков Синьцзяна о сборе желающих на рабочие места в провинции Аньхой на востоке Китая. Когда желающих не нашлось, партийные представители стали ходить по домам мусульман и агитировать уйгурских девушек согласиться на работу в провинции Аньхой. На кадрах видеосъемки зафиксирован момент, когда чиновник оказывает психологическое давление на мусульманскую девушку в платке Бузайнап, которая слушает его уговоры, потупив взор. Под моральным давлением девушка начинает плакать, но продолжает отказываться от навязчивых предложений чиновника. В конце концов она говорит, что поедет, если согласятся другие односельчанки. Наконец, чиновникам удается заставить несколько уйгурских девушек и женщин согласиться на отъезд в Аньхой. Заплаканные девушки уже без платков неохотно выстроились перед односельчанами, и родители со слезами стали собирать их вещи в дальнюю дорогу. По всей видимости, посредством ссылки уйгуров в немусульманские регионы, власти Китая надеются добиться их ассимиляции с местным населением и стирания их религиозных убеждений и культурных устоев. Правительство рассчитывает, что ссылка молодого женского населения позволит ухудшить демографическую картину в мусульманском регионе и снизить рождаемость. В материалах канала заявляется, что политика Китая в Синьцзяне слишком жесткая, так как количество людей, помещенных в лагеря о перевоспитании, намного превышает количество людей, подозреваемых в связях с ассимизмом. Житель района Аладжа в северной турецкой провинции Чарум-Мутлу-Елмас в 2019 году во время сбора урожая нута на своем поле наткнулся на необычный камень. После проведенных исследований анализы камня показали его внеземное происхождение, то есть камень оказался метеоритом из сплава 12 элементов таблицы Менделеева. Около года метеорит весом 68 кг красовался в одном из музеев Чарума, пока Елмас искал покупателя на столь необычный товар и спустя два года нашел его в США. На данный момент счастливый продавец, которому деньги упали буквально с неба, ищет легальные способы для переправки метеорита за океан. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам newssobachkaoliv.tv